Вам 30 лет, вы имеете множество титулов, наград, ну слушайте, вы золотой олимпийский призер, вы политик, народный депутат, очень перспективный молодой человек, и вы еще не женаты, у вас нет детей. Да, да. А девушка у вас есть? Девушка у меня, ну я вообще, честно говоря, не комментирую свою личную жизнь, если честно, вот, поэтому пускай это будет моей тайной. Но я вам обещаю, что когда я женюсь, все об этом узнают. Я не сомневаюсь. Скажите, а в Инстаграм пишут вам, вот, особенно сейчас, девушки с предложением познакомиться, как-то начать общаться? У меня нету проблем в общении с женским полом. Ну, представляю себя. Хорошо, а давайте я вот с другой стороны подойду. А какие девушки вам нравятся? Вот кто вас может заинтересовать? Умные. Да, было о чем поговорить. К сожалению, сейчас, особенно в некоторых, вот, таких, как бы, скажем, местах, популярных местах знакомства, там, каких-то ресторанах и все остальное, вот, очень редко можно встретить таких, прям, с которыми очень интересно. Потому что для меня главное, что такое чувство юмора, чтобы было, вот, и чтобы она понимала. Потому что бывает говорить там что-то, смотрит на тебя. А в ответ тишина. Да, смотрит, не понимает, надо объяснять, как бы, вот. Ну, и... А если надо объяснять, то объяснять уже не надо. Ну, да. Сейчас, к сожалению, вот, с этими тенденциями, там, инстаграмовскими, когда, там, во-первых, знаете, инстаграм и реальность, очень разные вещи. А было такое, что приходили на свидание с инстаграм картинкой одной, а оказывалось совершенно... Ну, это даже не свидание, это просто, допустим, ты, там, кого-то видишь, живьем тебе, там, говорят, либо, либо просто, там, как бы, ты находишь ссылку, там, попросил ссылку, то, чтобы взять инстаграм, и ты понимаешь, как бы, вот, в инстаграме, там, ого-го, а ты смотришь, как бы, ну, тут есть вопросы. Поэтому, вот, везде, вот, это, вот, как бы, определенный, определенная манипуляция, да, обман, как бы, попытка показать себя не тем, каким ты являешься. Для меня, допустим, для меня, главное, вот, реализация моя, как личности, именно в плоскость каких-то достижений, вот. У меня, допустим, есть возможность ездить, там, на какой-то дорогой машине, да. У меня все друзья, ну, не все, но те, которые, там, привыкли ездить на машину, говорят, блин, что ты ездишь на, там, на, на Тойоте Камре? Я вообще считаю, что Тойоте Камре, это вообще лучший автомобиль. Очень практичный, не ломается, очень красивый. Вот, а последняя, этот, версия, вообще, грубо говоря, она внешне еще даже симпатичная. Вот, купи себе, там, Бэху, Мерседес, что ты, как этот, ездишь? Блин, ну, для меня это вообще не показатель, я даже на копейки себя чувствовал бы уверенно. Мне не нужно, там, как бы, самоутверждаться за счет машины. То есть я, как бы, себя чувствую... С самооценкой все хорошо. Вообще, ну, вот, в этом плане машина мне вообще никаким образом не поможет, там, какой-то самой оценки. Вот, и в реальном осознании себя, кем я являюсь и так далее, и тому подобное. Поэтому... Ну, а в Инстаграм вот девушки пишут, вот что-то такое банальное, примитивное, или были такие случаи, когда вот прям интересно. Потому что я там сейчас вас слушаю, я вспомнила, как Илон Маск познакомился со своей женой Граймс. И у них завязалось знакомство, встреча дальше произошла. Именно после того, как она прокомментировала что-то у него в Инстаграме, причем на понятном ему языке, его зацепило. Именно то, что она так отреагировала, ее мозги его зацепили и общие интересы. Вот, собственно говоря, свадьба, ребенок и, судя по всему, счастливая семейная жизнь. А у вас были случаи, когда что-то вот интересное в Инстаграме? Были, есть, нет, есть хорошенькие девочки, такие, как бы, ну, достойные. То есть, ну, я не говорю, что их нету. Конечно, есть, все очень круто. Единственное, что нужно, чтобы, знаете, как бы все пазлы сошлись. Совпадал. И проблема вообще в том была, что, ну, со временем, как бы, знаете, бывает такое, что вот времени нет, по нам встретиться. Ну, мама будет участвовать в процессе одобрения, когда уже дойдется, да? Вот видно, что вы мудрая, мудрая женщина. Честно, вот я с вами общаюсь, вы, как бы, задаете вопросы такие вот, я думаю, вот, задался по поводу мамы? Сразу следующий вопрос по поводу того, будет ли участвовать мама. Мама это... Ну, а как без мамы? Ну, я же понимаю. Конечно, мама это главный человек, который будет стоять, да. Правильно, и правильно, потому что мама знает всегда лучше, тем более такая любящая. Ты, говорит, туши развесишь и все остальное, тебе такое серьезное дело, брак, это самая серьезная сделка. Правильно, правильно мама все говорит, да, и плохие руки нельзя отдавать. Да, она говорит, женщина, правильная женщина тебя сделает, ну, тебя сделает ого-го. В том числе и президента, послушайте, мы сроки не говорим, не называем. А неправильная, говорит, она тебя умножит на ноль. Конечно, и мама права.